Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие казахстанские автолюбители! С вами программа «Проавто». И сегодня у нас в передаче российский автоконцерн «Автомобиль», который был выпущен в 2014 году «Лада Приора Универсал». Хотите узнать о достоинствах и недочетах этого автомобиля? Не переключайтесь, будьте с нами! Дизайнеры не стали кардинально менять облик. Лишь облагородили передний бампер, крышку багажника, добавили дневные ходовые огни и светодиодные фонари сзади, также поворотники в зеркалах. Но все это не замаскировало десяточное прошлое модели, о котором так ярко напоминают двери и маленькие колеса. «Лада Приора» 2014 года, в полной комплектации, универсал. Знаете, чем он еще примечателен? Сейчас мы заглянем в багажное отделение. Он очень объемный. Как по мне, так я бы, помимо простой езды, эксплуатировал бы ее и в строительстве, перевозя стройматериалы. Ну и, конечно же, помимо строительства, на этой машине можно вместе с семьей, с друзьями, выезжать на отдых, на природу, так как вмещаемость этого багажного отделения 400 литров. Хоть я и не помещаюсь в салон, в кавычках, но, тем не менее, можно похвалить дизайнеров и эргономистов, которые пытливо работали над дизайном интерьера автомобиля. Кстати, пластиковые детали, которыми обита панель, называется «софт-лук». Так, на заметку вам. Что касается эргономики, никаких претензий к производителю. Сейчас я в салоне автомобиля. Давайте поговорим немного об интерьере «Лады Приоры Универсал». Она очень такая компактная, поэтому я сейчас сижу не с водительской стороны, а с пассажирской, так как мои колени упираются именно в баранку. Что еще рассказать, помимо этого? Так как машина комплектации «Люкс», здесь есть все. То есть, начиная от круиз-контроля, заканчивая до подогрева сидений. Все кнопочки, все нажимается прекрасно, никакого люфта, полный электропакет, подогрев сидений, монитор с сенсорным экраном, климат-контроль. В общем, одним словом говоря, автомобиль стал ближе к людям. С интерьером и экстерьером разобрались. Машина на любителя. Сейчас мы ее проверим на динамику. Сделаем тест-драйв. С внедрением электрического руля конструкторы смогли наконец укоротить длинную рейку, которая заставляла излишне крутить баранкой при маневрировании на малых скоростях на старых приорах. Теперь от упора до упора она делает чуть больше трех оборотов, что заметно упрощает езду на поворотах. Рассуждать о динамике в этом сегментном поле – дело неблагодарное. Едет не хуже своих собратьев. Вроде бы хватает тяги как на низах, так и на высоких оборотах. С общей характеристикой кузова, интерьера мы разобрались. И теперь нам необходимо узнать профессиональную точку зрения механиков. Итак, мы сейчас держим путь в станцию технического обслуживания. Ну а пока мы едем в сторону СТО, давайте узнаем, какие штрафы могут нас ожидать на дорогах, если мы нарушили правила дорожного движения. МРП в Казахстане в 2018 году составляет 2405 тенге. Сегодня за превышение скорости от 10 до 20 км в чаш штраф снижен до 5 МРП или 12 025 тенге. В прошлом году водители за это нарушение могли лишиться 22 690 тенге с учетом старого МРП. Кроме того, за штрафы с камер, фото и видеофиксацией теперь также предусматривается 50% скидка. К примеру, при нарушении скоростного режима на 10-20 км в час в течение 7 дней можно погасить штраф за 6 012 тенге. Шах, ассаламу алейкум. Значит, у нас сегодня на прицеле российский автоконцерн. Как ты видишь, Lada Priora, универсал. Она 2014 года. Машина на любителя. И я вот замечаю, в последнее время любителей становится очень много. Мы сделали небольшой краткий обзор интерьера, экстерьера, как обычно. Теперь, значит, нам нужна профессиональная точка зрения твоя. Давай заглянем под капот и посмотрим, что там. Мне, как и нашим автолюбителям, хочется узнать побольше о технической характеристике данного мотора. И вообще, что с ним может произойти на протяжении эксплуатации, всей эксплуатации автомобиля. Технические характеристики 1.6, 16-й клапан. Каждые 30 тысяч приходится менять ролики ГРМ, сам ремень ГРМ. Потому что это у них слабое место. Помпа. Заодно меняется помпа. Если вот эти процедуры каждые 30 тысяч не делать, оборвется ремень ГРМа, то есть загнут клапана и как бы ремонт дорогостоящий получается. Ремонт двигателя. Вот двигатель сейчас перед нами. Сколько он проживает? Все зависит от эксплуатации двигателя. То есть, смотря как его эксплуатировать. Если он работает в режиме такси, соответственно, у него износ деталей быстрее происходит. Если его эксплуатировать, то есть, по работе, скажем, поехать-приехать, то, соответственно, двигатель прослужит долго. Давай еще раз шаг подчеркнем. Во сколько что меняется? Через какой километраж и вообще через какое время? Через каждые 30 тысяч нужно обращать внимание на ремень ГРМа. Ремень ГРМ. Ролики. На помпу. На помпу. Да. Давай, чтобы явно сейчас мы все видели, что с ним происходит, с этим двигателем. Мы его заведем и проверим. Давайте заведем. Двигатель на данном моменте работает тихо. Бесшумно. Бесшумно, да. Он работает тихо за счет гидрокомпенсаторов. То есть, улучшили двигатель. За счет гидрокомпенсаторов, то есть, там постоянно накачивается масло, и оно держит, то есть, одно давление держит масло. 8 клапанов на всасывающем коллекторе, 8 на выхлопном коллекторе. За счет 2 распредвала идет. А каждый распредвал идет туп, то есть, по 8 клапанов. А вообще, какое сюда масло заливается? Масло сюда заливается, хорошее масло, то есть, синтетику. Синтетическое масло. Она не любит, то есть, дешевые масла, она не любит. Не то, что дешевые, как бы плохого качества масла. Она не любит. За то, что накачивает гидрокомпенсаторы маслом, для него нужно хорошее масло. Ну, вот, к примеру, сейчас зимний период времени. За счет топлива тоже скажу. Она тоже любит хорошее топливо, то есть, 95-й. И кто подстраивался, там, под 92-й. В основном, на 95-м. А вообще, сейчас вот зимний период времени, да? Какое масло лучше заливать? 10-40 или 5-40? Нет, 10-40 не заливается. Все зависит от пробега двигателя. То есть, до 50 тысяч заливается нулевка, то есть, 0-40. После 50 тысяч заливается 5-40. Зимний период, либо заливать 5-40, либо 0-40. 10-40, это уже заливается после 100 тысяч. Ну, а вообще, вот, станцию технического обслуживания, в СТО через какое время нужно заезжать? Станцию технического обслуживания, то есть, если вы что-то делаете, например, свечки поменять, то есть, свечки поменять 20 тысяч. Там, фильтра поменять. Ну, в принципе, с мотором мы разобрались. Теперь давай заострим свое внимание на коробке, да? Здесь 5-ступенчатая, да? 5-ступенчатая коробка передач. Почему-то, смотрите, при езде какие-то вот звуки появляются при переключении. Затем, вот, когда ты на первую скорость ставишь, прям вот руль начинает трясти, да, газ даешь, и руль начинает трясти. Это от чего вообще? Это зависит, это уже износ идет корзины за счет того, что, как ее эксплуатировать. То есть, она, как бы, получается, некачественная корзина, некачественная феридо. За счет этого идет износ трения, то есть, он быстро износится. Тем меньше диск феридо, тем он при включении, недовключает, как бы, получается, за счет вот этого недовключения скорости, она начинает вибрацию давать. То есть, начинает весь двигатель трястись. Последствия идут, то есть, нагрузка на двигатель тоже идет. Знаешь, Шах, мы под машиной, да? Машине от роду три года. То есть, вот что в ходовой части износилось больше всего? И на что все-таки должны акцентировать свое внимание наши автолюбители? Шаровые опоры. Стойки стабилизатора. У него уже вот резина потрескала с нами. Рулевые наконечники, но они стоят чуть выше. Сейчас приопустим и посмотрим наличие люфтов. То есть, как бы, здесь ходовка простая, вообще аналогичная, простая, то есть, и, скажем, дешевая такая. То есть, здесь шаровые опоры, соленблок, стойка стабилизатора, втулка стабилизатора, все. И стойка амортизатора. То есть, внимание обращаем, первую очередь, на шаровые опоры. То есть, уже у них есть люфт. Вот он, смотри. То есть, чувствуется, да? Да, уже есть люфт. То есть, вот даже смотреть по шаровой опору, у них уже есть люфт. Хотя она не менялась еще, как бы, стоит с завода. То есть, здесь то же самое. А какие еще могут быть косяки? Вот что не доработали? Не доработали в трансмиссии, то есть, в коробке передач. Можно даже вот сюда посмотреть, посмотрите. Уже она бежит. То есть, бегут в первую очередь сальники. Дом, как бы, с самой коробки бежит с подшва. Ну так, значит, мы должны обратить свое внимание на какие вещи? Первое, это на стойке стабилизатора, шаровые опоры, на стойке стабилизатора, на рулевые наконечники, на аморизаторы. Затем, обращайте внимание, то есть, на коробку. На коробку. Она бежит, на данном этапе она начинает уже бежать. На сальники приводов. То есть, если сальники приводов, то сама уже коробка начинает бежать. То есть это у них слабое место. Либо она выдавливает сальников, либо она выдавливает из подшива. В принципе, впереди мы разобрались. И нужно обратить свое внимание на 7 вещей, да? Мы уже перечислили. Давай теперь перейдем на заднюю часть. Ну, здесь, как мы видим, балочная система, да? Подвесная. Балочная система. Ну, внимание нужно обращать на скопочные подшипники. Уже есть люфт. Вот он. Ну, я прям хруст слышал. Да, вот весь люфт. То есть как справа, так и слева. То есть справа больше люфт. Слева меньше, да? Да, на данном моменте слева меньше. Но я еще заметил то, что... Саленблоки балочные. В принципе, она простая. Ну, я еще заметил, что они, значит, на этих автомобилях, вроде бы они же новые, появляются рыжики, да? Это вот какая-то болезнь в них или... Машина правильно появляется рыжики за счет того, что металл, ну, скажем так, обработка металла, ну, некачественная. В принципе, мы разобрались, в общем, с машиной Lada Priora. И настало время оценить ее по десятибальной шкале. Насколько ты ее оценишь? По десятибальной шкале, ну, в половину, вообще, ровно, в пять баллов. То есть, из десяти, пять, то есть, ровно половину убираем. Потому что у нее есть, ну, много недоработок, то есть, много болячек на ней есть. Как бы... То же самое в плане обесшумки, лакокраски, в плане ходовой части, в плане по мотору. Даже обработка наглушителей, то есть, уже, как бы... Имеются проблемы, да? Имеются проблемы, да. Уже появились рыжики. Ну что ж, спасибо тебе, Шах, за сегодняшний твой обзор профессиональный. Я рад был сегодня встрече с тобой. Взаимно. Сегодня у нас на обзоре была Lada Priora, машина на любителя. Ну, в принципе, она пользуется большим спросом среди молодежи, неприхотливые. Запчасти стоят очень дешево. Главное, чтобы она перевозила нас от точки А до точки Б. С вами была программа ProAuto. Увидимся. Счастливо. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум.